Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию с жителями областного центра. Первый звонок поступил с вопросом о будущем города. Какая судьба ждет историческую часть Колымской столицы? Как и когда реконструируют фасады домов? Будут ли на улицах рекламные конструкции? С рекламными конструкциями мы практически разобрались. У нас остались только вывески, всевозможные пестрящие, портящие исторический облик города. Мы убрали растяжки по улице Ленина и по Портовой, и по Пушкина. Сейчас наша задача отремонтировать фасады, но и другие элементы, формирующие внешний облик нашей достопримечательности улицы Ленина, Портовая, Пушкина и так далее. Также, по словам Юрия Гришана, сейчас под руководством главы региона Сергея Носова разрабатывается программа «Столица». В нее входит ряд улучшений города. Это улицы, дороги, тротуары, подпорные стены, фасады и другое. Постановление по улучшению Магадана планируют подписать в феврале текущего года. Также на прямую линию обратились с вопросом о бездомных собаках. В данный момент создан и ждет согласование проект строительства приюта на 150 особей. Это решит лишь малую часть образовавшейся проблемы, но в будущем, по словам градоначальника, данный вопрос предстоит пересмотреть. Кроме городских проблем, обратились и с жалобой на Минздрав. Жительница поселка Снежный с июня 2020 года не может попасть с пятилетним ребенком к врачу-педиатру. По ее словам, терапевты на Снежный приезжают, а необходимый доктор нет. Глава областного центра, не покидая телефонную линию, обратился к руководству поликлиники и проблема разрешилась на месте. Женщина звонила с поселка Снежный. Я тут же связался с Леной Георгиевной Кузьминой. Она занимается поликлинической частью в детской городской больнице. Сказала, что с 1 февраля работа педиатра по поселку Снежного будет возобновлена. По просьбам жителей Магадана с 1 февраля 2021 года в мэрии города возобновят прием по личным вопросам. В связи с эпидемиологической обстановкой прием будут осуществлять по видеосвязи. Человек по предварительной записи сможет связаться с главой Колымской столицы или его заместителями в режиме онлайн со своего смартфона, либо в приемной мэрии по настроенному видеомосту. Продолжение следует...